Центр психологической реабилитации Первый раз на три. Второй раз на семь. Сейчас начал пить с кружки пива. За три месяца допился до точки. Женой очень хорошо жил. Вплоть до того, что когда не было денег, посулу убрал. Естественно, скандалы, рубы. Дети не подходят. Как старшая сказала себе сегодня. Вырасту, буду врачом, буду алкоголиков лечить. Я не верю в кодирование. Ну, не там, но. В магнитке была статья. Там я узнал про ваш стентр. И я пришел, чтобы мне помогли здесь. То есть у вас самостоятельное решение, да? Закончить эту жизнь. Самостоятельное решение? Ну, конечно. Отплоть до того, что уже на грани разговоры. На грани. На работе на грани. Финансово на грани. Ну и, наверное, мысли дурные, да? О смысле жизни. Стоит ли так жить, да? Куда бы я ни обращался, ну вот, и центр тот, везде говорят, ну как, везде дают 100% гарантию. Вот. Вы сейчас тоже говорите. Я хочу узнать просто вот на работе. Как, что, каковы наши гарантии, да? Мы не даем таких гарантий 100%. Их дает только Бог. Вот. 99,9% за час. Потому что это чистый возле шарлатанца. Отдельно взятый врач. Не академик Федоров, а офтальмолог не скажет, что он специалист по хирургии, по иридодиагностике, по гипнотерапии и так далее. Мы занимаемся только психотерапией. Психотерапия – это основной метод лечения алкоголизма. Каковы тут гарантии? Горячие желания пациента и наша помощь. И мировая практика показывает, что максимальный успех 75%. То есть и вы имеете шанс быть в 75% или в 25%. Сюда, на Фронзе-26, где расположился центр психологической реабилитации «Медиум», люди приходят, уже отчаявшись, получить помощь от гипнотизеров, магов или колдунов. Здесь никогда вам не скажут, что успех будет стопроцентным. Зато... Исчез страх перед тем, что... Что бы он мне подумает и что бы он мне скажет. А если я раньше пил, боялся всего, страх был панический, не дай Бог увидит, не дай Бог скажет что-то, то сейчас этого нет. Сейчас я себя чувствую просто как человек. А пили долго, много? Ну, пил до 40 лет. Уже на 41-м году я уже перестал. А начали во сколько? Ну, где-то в 16 лет. 15-16 в этом возрасте. И сколько лет вы уже трезвенник? Ну, почти два года. 3 марта будет два. Владимир вначале был единственным пациентом медиума, который согласился говорить с нами, не отвернувшись от камеры. Но, видимо, воодушевленные его примером, решили не поворачиваться спиной к объективу и те, кто еще не закончил курс лечения, но очень близок к тому, чтобы окончательно вступить на светлый путь. Тянка мешала, нет? Естественно, типа она мне не мешала. Я бы сюда не пришел. А вот пришел и с чем ушел? Ну, вот уже год и практически 4 месяца не пью. И мне именно само состояние... И не тянет? И не тянет. Мне наоборот нравится само состояние трезвости, скажем так. И вам на это становится? Конечно. Трезвым вообще. Ну, раньше, как говорится, я не знал и не видел и не понимал того, чего сейчас много понимаю. Сейчас хоть и рассвет вижу и все, а сейчас... А раньше была, что, одна проблема? Да, раньше одна проблема. Где бы похмелиться и все. И на работе неприятности были везде. А сейчас никаких проблем. То есть ваша жизнь вошла в норму во всех смыслах? Да, в общем-то, жизнь стала, скажем так, более полная, более насыщенная жизнь, действительно жизнь. Семейная жизнь, в общем-то, проблем особых не представляет. Ну, в плане, скажем, психологическом, что ли, в прикирке. А по работе, в общем-то, тоже у меня работа интересная довольно и нужная. Творческая или так вот физическая? Нет, творческая скорее, ну, электроника. А, понятно. А у вас в семье? Я пока холостую на данное время. А, вот вам настало время и жениться, да? Да. Медиум отпочковался от Ренессанса, центра психологической реабилитации, созданного по инициативе и совету Чарльза Андерсона, известнейшего американского психиатра, лучшего друга автомобильного короля США Генри Форда. А подружились они после сверхрезультативной деятельности Андерсона по излечению рабочих Питтсбурга и Детройта от алкоголизма. Приехал Чарль на Урал лечить от этой же болезни магнитогорских рабочих и инженеров. И встречен был на комбинате достойно. Но от широчайшей программы, не по вине Андерсона, остались одни осколки в виде центров Ренессанс и Медиум. С помощью Чарли Андерсона и в то время Николая Шевченко, я работал в его фирме, мы горячо, так сказать, с энтузиазмом начали это дело в Магнитогорске. Но первый блин бывает комом. Не все так легко, как нам казалось. Понемножку это утухло. Появились в кавычках ученики, так сказать, из бывших пациентов, которые самостоятельно стали заявлять о том, что они большие специалисты по лечению алкоголизма. Ну то есть, но в целом все равно движение, процесс пошел. То есть, где-то в районе 500 человек сюда входят и окрестные села, и Челябинска, и магнитогорцы. Преимущественно это металлурги комбината. Мы помогаем человеку, зависимому от наркомании, начать другую жизнь. Не пить и быть счастливым. То есть, собственно говоря, мы перепрограммируем. Вынимаем программу самоуничтожения. Алкоголизм – это зомби, запрограммированный на уничтожение. И мы ему вставляем, так сказать, программу здоровья. Здорового образа жизни. Когда он счастливый, трудоспособный, абсолютно нормальный и не пьющий. И без всяких комплексов на эту тему. Поэтому мы не говорим, что мы открыли какое-то доселе неизведанное, единственное, возможный метод. Все почему-то концентрируются на одном методе. Нет таких методов универсальных. У нас комплекс методов. Мы используем их все. Конечный результат – помощь человеку. У нас работают прекрасные психотерапевты. То есть, люди с большим опытом, стажем, специалисты с дипломами, лицензированные. Все, так сказать, законно, легально. Медиум расположился на тихой ныне улице Фрунзы. Когда-то это был центр соцгорода, гортеатр. Ныне же, чтобы приехать сюда с правого берега, монетогорцам необходимо пересечь Урал по любому из четырех мостов и переходов. Ставшее ветхим строение требует значительных средств на обустройство. Но владельцы здания хотят получать деньги за аренду с врачей, как с коммерсантов. А трест-водоканал дерет три шкуры за свои услуги. Деятельность медиума я бы не стал оценивать в цифрах или баллах. Даже если они все вместе, эти врачи и психологи, вылечили хоть одного моего земляка, на них уже должна сойти Божья благодать. А они-то вылечили не одного, а несколько сотен, сами слышали. Так может быть администрация Орджоникидзовского района выступит в роли Всевышнего и поможет медиуму, чем может.